Приветствую всех господа. Сегодня будем менять дисплейный модуль на P20 Pro. Китайский телефон уже дешевым не назовешь, как вы знаете, в полмира с ними ходит, соответственно от качества дисплея зависит цена. Поэтому на данную модель P20 Pro, Huawei, дисплей стоит 200 евро. Выпросил я там за 195, короче, взял дисплейный модуль, оригинальный, говорят, ну судя по сборке, сейчас я вам его покажу, действительно оригинальный. Сейчас мы снимем крышку, подстегнем, проверим. Кстати, еще ни разу не разбирал эту модель, такого чудесного цвета, видите, да, дисплейная матрица. Сильно повреждена. Так, ну я нагрел не сильно, до 80 градусов. Крышку. Попробуем добавить изопропила. Тут, походу, не знаю, характеристики не читал, но судя по тому, что отпечатка нет, скорее всего, здесь Face ID уже стоит, как на iPhone, ну и других последних моделях. Жесткий днёс. Крышку. 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 Надеюсь ничего там не отрвало. Вижу антенну. Так, давайте понагреем. 220 стоит у меня на термофене. Добавляем. 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 Ничего. Это датчик. Вспышка. Не суть. Итак, сняли крышку. Это было не очень легко. Хотя если бы поднагрел до 100, то возможно ушла бы легче. Добавляем. Что здесь такого камеры. Добавляем. Добавляем. Разъем дисплейного модуля. Добавляем. 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 Снимаем верхний модуль. по ходу обращаем внимание на винты и любит менять размер винтов и 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 Стараемся не пробовать камеры, линзы я имею ввиду. Итак, верхний модуль жёсткий идёт. Нет ли здесь винта. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кстати можно повредить при снятии крышки. Обратите внимание. Еще один винтик. Надо будет снять батарею. Батареи у нас не вижу элементов извлечения. Попробуем поддеть. Батарея гнется. Будем извлекать через сепаратор. Пытаюсь осигнуть KXL черный. Белый как раз застегнут на эту антенну которую можно повредить при снятии крышки. Достаем шлейф. Так вот тут все подзаморочено. Много конечно чем то напоминает Xperia. Так. Разъем. Разъем основного шлейфа это у нас с микрофоном. Так что у нас еще здесь вибро звонок. Так. Динамик. Ничего там. Да там шлейф кстати. Вот он и есть разъем динамика. Динамик. Подсектируем кнопки HOME. Итак. Наверное все. Снимаем батарею теперь уже и дисплейный модуль. и там уже дальше будет видно. Попробуем еще раз. Нет, мне кажется, не получится так ее снять, как на Galaxy 9. Ставим на сепаратор, друзья. Оставайтесь на связи. Ставлю пока на паузу. Одно радует в этом телефоне то, что винты все одинаковые, ничего не перепутаешь. Сложновато в разборке пока, по крайней мере, на данный момент. Сильно отличается от предыдущих. Качество сборки, конечно, в высшем уровне. Шлейф с разъемом Type-C. Качество? Качество ничего не скажешь. Ну, это все, наверное, будет снять. Явно будет выпячивать крышку, если оставить всю эту хрень здесь. Итак, друзья, ставлю на паузу. Вот так, господа, снял с сепара только что. Горячий аппарат. Попробуем снять изопропилы. Попробуем снять изопропилы. крепко приклея сразу говорю пытайтесь его подрать под нагревом шлейф уже вижу тоже покрытие что и на на том дисплее который я показывал снимаем смотрим что здесь холм у нас нигде не цепляет посередине ничего не проклеено как видите только по бокам по периметру такой же дисплей тоже покрытие и у того я проверял проклеенный короче виды видно сразу что идентичный оригинал так сверху нам нужно будет снять вот здесь ничего нету ставим решетку вот здесь какая-то незначительная прокладка не знаю нужна ли она так готово давайте теперь разберемся с основным вот здесь кнопка и холм и и и и и так снимается она судя по всему в сторону дисплея то есть сюда давать ее под нагреем в и то есть и мы и не но это из Снимаем скотч, постараемся снять его нормально. Чтобы на него же наклеить. С минимальными деформациями. Продолжение следует. Снимаем холм. Продолжение следует. Проклеено здесь ничего не было. Дисплей этот управляется на витрину. Таких у меня ещё нету. Так, теперь давайте посмотрим что у нас с периметром. Продолжение следует. За пропилом уберём пыль. Давайте прикинем дисплей теперь посмотрим как он у нас сядет. Так. Всё нормально. Единственное, обратить нужно внимание на шлейф кнопки чтобы он не лёг на периметр, куда будет ложиться клей. Чтобы он просто не согнулся. Чтобы он лёг строго. вот сюда вот в канал свою. Вот так лежит всё чётко. Давайте ещё раз включим. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну всё тоже самое. Всё нормально. кнопка реагирует написано что я распознаю отпечаток пальцев 15 минут 15 минут впрочем Здесь будем клей наносить наверно на сам телефон будет удобнее черный Т7000 других вариантов нету Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Обязательно в финале он зажил Динамик Динамик Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Динамик Динамик Субтитры создавал DimaTorzok Динамик Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Динамик Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Динамик Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, и вставим белый коктейльный камень, так шел у нас под шлейфом. Приклеиваем антенну. 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 Ставим верхний модуль. Приклеиваем антенну. Ту-тру нужно сунуть сверху, потому что большое количество клипсов и все должны зайти в корпус. Приклеиваем антенну. Приклеиваем антенну. Приклеиваем антенну. Приклеиваем антенну. так и последний винт включаю сепаратор сейчас мы укинем телефон дисплеем на сепаратор дисплеем вниз буквально 10 секунд он разогревается и сразу ставим на зажимы и он идеально крепко схватывается давайте подправим немного крышку и неровности которые вот образовались во время извлечения так чтобы ничего не мешало чтобы она прилегала плотно без всяких неровностей итак дисплей у нас сейчас под температурой где-то 80 градусов наносим клей тонким слоем строго по тем местам где лежит двусторонний скотч застегиваем шлиф и ставим на зажимы и ставим на зажимы итак друзья все готово телефон подсох аккуратно обрезаем Все сопли, которые остались, желательно под микроскопом, получается все идеально красиво. Если помните, здесь была небольшая щель, вверху немного не ровно лег дисплей, разогреваем, поэтому мы разогреваем на сепараторе дополнительно градусов до 80, и стягиваем его в нужную нам сторону. И все, зажимаем, ставим зажимы, как видите, все получилось красиво. Дорогая модель и делать надо хорошо. Все, всем спасибо за внимание. Я дов, подписывайтесь и жду комментариев. Всем удачи в работе и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok